Итак, друзья, всем привет! Смотрим с вами сейчас четверть финала Веригеймс против ESC. Со мной вместе с Акастит Кирилл Карасёв, он же Ангел из Virtus.pro, ну и... Ангел! Алло, алло, алло! И Ангел молчит, вот. Да ладно, шучу, я тут. Да, ты решил меня подколоть, да? Вот так вот перед записью. Ну так что, давай, толкни нам басню про нюк, чтобы мы знали твою точку зрения по поводу происходящего. Ну, нюк очень рандомная карта, очень большой перевес в сторону КТ, и из-за этого очень многое, что может случиться не так, как думается, да? То есть, рандомный один девайс на заатаку может порешать всю игру. Вообще всю игру? Да, ну, допустим, ты берешь пистик с обычным раскладом за атаку, а потом первым девайсом, каким-то чудо-прострелом там убираешь или выиграешь раунд, и ведешь уже 5-0. А пяти за диффенс в любой команде на этой карте, я считаю, профессионально должно хватать. Вот и все. Пяти за диффенс, значит, должно хватать. Пяти за атаку. Вообще, за этим турниром следил, смотрел за играми. Исключительно за результатами и за парочкой игр в Дат Тим. Что можешь сказать по поводу выступления в Дат Тим? Ну, не скажу, что я удивлен, да? Все-таки у ребят первый лан-опыт, а тем более они играли не своим составом. Ну да, они играли с Митей. Ну, за Митю поболеть стоило, как минимум, я думаю. Ну да, да, за Митю я переживал, да и я не считаю... Я даже считаю, что Митя, как бы, посильнее играет, чем в World of the Dead. Хотя, другой расклад, что World of the Dead был ключевым ауэпшником в команде. Да, и лишились ИВП, по сути. Ну что, здесь разминка, вроде как, сейчас будет на их раунд разыгрываться. Вот карты я сейчас пытаюсь, как бы, посмотреть, какие точно будут играться. Все еще инфы у меня по этому поводу нет. Да я тебе могу предположить, какие карты. То есть, Нюк играют обе команды, ну, как мы видим. Ну, вот вторая, либо Трэн, либо что-то светлое. Я думаю, Трэн будет играть все-таки второй. И, возможно, Инферно. Инферно и маленький шанс миража. Маленький. Маленький шанс миража. Эх, ну вот Инферно полякам, наверное, было бы поудобнее играть с ВГ. Ну, да, да, да. Но французы очень неудобный соперник на Инферно. Они играют очень примитивно и непредсказуемо. То есть, ходят в большинстве случаев на стрельбу, да? Ну да. Если у них идет игра, их сложно прескать. Такой расклад тогда понятен. Ну что, рестарты на айфраунд. Ты давай смотреть сейчас, кому достанет сторона защиты. Я вот ставлю здесь на то, что ЕСЦ должны все сделать сейчас, чтобы попытаться туда попасть. Ну, ножи, ножи. У ЕСЦ вчера тоже выступление было какое-то, знаешь, непонятное. Непонятно. Они сыграли, разошлись на НИПах, поборолись. Попытались какие-то свои раунды разыграть интересные. Ну, я тебе так скажу, что я не считаю Вэри Геймс неприступным топом, как НИП, да? Ну да. У НИП там вообще все четко, отлаженность в действиях. У них там все отточено, все грамотно. А вот ВГ, они... Их можно уронить. Они просто... Да, да, да. Я думаю, что первые все-таки упадут в Вэри Геймс не на этом чемпионатах, на следующем. От какой-то команды однозначно. Ну да, но их уже обыграли Словакии с Чехами и как бы теперь... Ой-ой-ой, минус 4. Вот тебе и на... Ну, Вэри Геймс что-то знали. Просто встали в ряд и прорезали себе. Стэй, интересно. НПК делает стэй. Кеннис тоже написал стэй на всякий пожарный, чтобы уж точно за КТ остаться. Видимо, трясутся. Трясутся булки у Вэри Геймс сейчас перед польским коллективом. Ну, или совсем не трясутся. Тут два аварика. Ну да. Все-таки, грубо говоря, для Вэри Геймс поляки ноунеймы, как для сорсеров. Хотя я думаю, что они следили за КС-сценой 1.6. Так там все следили за КС-сценой 1.6. Просто у французов как бы там замес внутри страны. Вот реально. Я просто много знаю как бы сорсеров, которые регулярно там смотрели стримы по 1.6, там, болели за своих. Но играли при этом в Сурс и смотрели иногда за Вэри Геймс. Вот. Я думаю, ВГ такие, парни. Так, тут один у меня. А у тебя тоже все стоят на месте? Да, да, да. Обсуждение, видимо. Да, тут, видимо, у меня еще один такой вот тип-невидимка стоит. Прикольно. Я опять перезайду, наверное, на Гол ТВ на всякий случай. Может быть, прорежут это что-то. Так, друзья, вам напомню, зрители, уважаемые, заходите в чат Киберарена ТВ в группе в Стиме. Там идет обсуждение этого чемпионата и обсуждение матча, который мы сейчас будем смотреть. Можно поболеть, пописать разных приколов. С вами спроси у Ангела, будет ли Попс собирать ДТС? Прикольно. Не, не будет. А почему? Только я знаю, он фарфанчик играет в гоу, когда есть время там. Но вообще он не заинтересован в возвращении на персональную киберсцену, скажем так. Так, ну вот тут. Тут уже сурсеры признаются. Играю в Source, следил за 1.6 и Source. Такой. Ворвался. Ворвался, чувак. Вот так вот тут. Ура, карась! Карась. Все рады видеть карася. Когда Virtus.up поедут на крупный какой-нибудь турнир, вот сразу тут вопрос в тему. Как только будут готовы. Мы неоднократно заявляли, что не собираемся ездить за опытом, да, как это было частенько в 1.6. Мы собираемся подготовиться, чтобы сражаться за топ-3 любого лан-чемпионата. И только тогда будем выезжать. Так вот сложилось, что у нас появились шансы, да, выйти на StarLadder финалы. Хотя изначально таковой цели не ставилось, да, но обстоятельства как бы сложились иначе. И мы показали, что готовы уже немного в интернете сражаться. Ну да, вы сейчас первую строчку, кстати, занимаете на SLCV Star Series. Ну, там пару игр больше сыграли, чем другие команды. Но, насколько я понимаю, если мы выиграем две оставшиеся игры, мы 100% выходим на лан-финал. И такую цель вот сейчас я ставлю перед командой. Ну, пока там топ-4 выглядит так. Вы, Virtus.pro... А там нет пока топ-4. Там есть топ-7, и каждая из команд при положительном результате оставшихся игр выходит на финалы. Ну, вот теперь да, теперь вижу. Открыл просто сейчас сразу таблицу. Даже топ-8. Вот ты можешь смело смотреть. Топ-8, у каждого в топ-8 остались шансы попасть. Ну, то есть вот она восьмерка, это там Копенгагенский волк. И у MoSports еще такие теоретические шансы. То есть те, кто потерял меньше... В MoSports будет замена в составе, там вернется Губи. Меня об этом вот предупреждал их менеджер. Менеджер, кстати, у них ниндзя, тоже бывший игрок. А, я помню. Он мне написал, сказал, что можно ли мы сделаем замену посредине турнира. Все такое. Я говорю, на кого? На Губи. Я такой, да без базара, братан. Конечно же. Ну, Губи врывается, это положительная новость. Конечно. Поляки вон уже на врыве. Не, поляки, знаешь, такие парни, которые не поиграли в Гоу, сразу давай на Ланы ездить. Да, вот. Не, ну таких команд как бы много. Дай бог, конечно, что у них хватает совести перед фанатами и перед спонсорами, да. Все это делать. Ну, поляки могут себе позволить. Они потратили не 5, не 6 лет своей жизни профессиональному киберспорту, заслуживая своими и спонсорские деньги. Ну, да. Да, ну вот у них, знаешь, в 1.6, вот когда они играли, у них столько было проблем с организациями, так их было жалко. И те их брали, и потом кикали, там, невыплаты призовых. Начинает с невыплат призовых вот эти китки с организацией. Сейчас, наконец-то, у них есть вроде бы как нормальный дом с нормальным менеджером. Да, 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 я очень за них рад. И очень надеюсь, что они все-таки смогут переломать свою череду неудачных Ланов. Ты, кстати, менеджера ЕСЦ видел? Ну, я думаю, что видел, но я не думаю. Такой-такой здоровый, с усами, как у капитана, такие, знаешь. А, все, я понял. Он видел его на варенье. Ну, а очень позитивный, добрый мужик. Вот когда еще был состав ЕСЦ старой, когда они приезжали на Intel Challenge финала, там, в составе был Моди, Барбар, вот этот вот бешеный. Да, да, я помню, он за спинами орал. Да, вот этот вот мужик ходил и, как бы, очень-очень серьезно следил за командой, то есть следил за ее режимом, также за режимом питания. Как бы, постоянно, там, какие-то бананы с кефиром приносил им. Молодец, такие мелочи, как бы, чемпионы и делают. Вот. Ну, Na'Vi тоже в свое время покупали киберспортивный пакет и в него наваливали бананов и всяких штук прикольных. Ну, смотри-ка, тут, по-моему, что-то не хотят ЕСЦ писать рейди. Ready when you are. Да, вот, ждет, ждет. Ну, может, то ли это кто-то вышел, ждут. Ну, вот, кажется, Лурд ушел. Да, все, пишут готов, пишут готов. Ну, что ж, have fun, пишет Кеннис. Ну, что, друзья, получим удовольствие от просмотра, я думаю, как минимум этой встречи. Матч будет очень-очень интересный и напряженный. Я, по крайней мере, надеюсь на напряжение со стороны ЕСЦ. Наоборот, напряжение со стороны Вэри Геймс. Ну, вот, ВГ все равно, все-таки Нюк, знаешь, у них он в последние разы заходил как-то против европейских команд из 1-6 очень жестко. Ну, они реально... Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. По гранате у каждого из ЕСЦ, видимо, будет какой-то развод на улице дымом, да, и выход ап. Ну, походу, даже не ап там еще. Да, 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 да. Ну, не ап, но, по крайней мере, развод на улице дымом пошел. Ну, вот тут чек пошел, сейчас рамп, смотри, таз уже стреляется. Там еще есть в упоре на райте тип. Падает ХАЕ, ой-ой-ой, две гранаты, две гранаты в таза залетело. А там Экзистенс очень удачно стоит, вот. Ослепнет ли он? Да, не ослепный. Так, ну что ж, смотри, здесь приняли рампы. Он там... Плочка не сработала, в итоге тут заблудились ЕСЦ, дают второй дым, уходят. Ну, 3 в 5, это, конечно, не очень хороший результат. Ну, очень сложно выйти против П-250-го, стоящего в упоре. То есть, который убивает с одной пулей в голову, а еще и ты туда не смотришь. Да. И тиммейт твой не может выйти посмотреть в другую сторону или разменять, потому что дыму слишком много. Да, да, да. Ну что, тут против двух дымов, все вроде бы дым рассеял, сейчас будет попытка выхода, но здесь уже игроков защиты. Эй, хороший фраг от Кубина. Ну что, смотрим, пошел проход и ломают Варигейм сейчас ЕСЦ-шников практически за секунду. Ну, с одним разменом сыграли. С одним минусом. Ну и 1-0 в пользу Варигеймс. Варигеймс, эх да, эх да. Пистолетка не зашла в Польшу. Как думаешь, поляки волнуются или все-таки? Ну, я не думаю, что волнуются. Скорее, знаешь, могут понервничать, когда проигрывают все-таки непривычная для них ситуация. Расскажу, вы играли праки с Варигеймс? Да, конечно, мы со всеми играли праки. Но с Варигеймс относительно давно, когда мы еще не так, как бы, ну... Ну, короче, когда вы были... Похуже играли, похуже играли, да. Но все равно боролись с ними там. То есть мы... Ну, не то, что боролись, честно скажу. Раундов по 5-6-7 за сторону там убрали. Ну, а здесь пока что прием рамп. Ой, тут вообще дискотеку просто устроил у нас NBK. Потому что там переломал четверых. Смитс, вернее, NBK просто на себя внимание отвлек. Съел. Съел. Ну и 2-0. 2-0 еще один. О, бай берут поляки! Конечно, конечно. Все-таки из 1-6 скоро, я думаю, вот эти байи придут в гол. Уже, вот видишь, потихоньку. Ну да, ну а что делать? Если ситуация того требует. Галилы не настолько плохи в этой игре. Да, кстати, я это тоже заметил. Но мне все равно калаш нравится больше. У тебя Кенни АВП на улице. Так, ну улица уже по факту закрыта. Хотя Кеннис там играет, интересно. А он, смотри, он с ангара стоит, там что, один дым, и можно этого парня просто... Не так просто, не скажи. Там очень широкая улица, очень много проходов, и один дым это... Не как в 1-6. Вот, положили дым. Положили дым. А, Кенни уже на девятке. Кенни уже далеко отошел. Да, да, да. Но там 2 дыма достаточно плотных, и по сути... Сделали коридорчик себе для прохода вниз. РПК снизу, кстати, уже готов принимать. Думают, что это фаст. И там Нео с Пашей звено играет, а 3, походу, будут все-таки ап выходить. Очень хорошо, кстати, РПК вот стоит на чек. Так, минус Паша. От Кенниса идет прогрен рампы. Так, ну ты либо ап, либо рампы. Я просто не знаю, вот что будет делать сейчас Нео. А, рампа, 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 выход. Выход рампы с челом внизу. И Смис с Кенни будут принимать рампы. Как-то пока поляки не уверены, на самом деле, стоят. А, да как они первые рампы хотят атаковать. Нео открывается длинный, вторая флеш пошла на рамп. Ну и здесь, в принципе, весь основной выход. Как видим, в перекрестный огонь встают французы, и Кенниса с под девятки минусует первого кубином. Тазу удалось пройти под желтый, но поляки уже в жестком меньшинстве. Ну да, если Нео сейчас не сделает какое-нибудь маленькое чудо, то шансов очень мало взять раунд. Шансов крайне мало взять раунд. Но они тут что, будут сидеть ждать, наверное, 20 секунд осталось. Не, Нео начал действовать, его же, кстати, окружили и зашли в спину. А, не, там вентили, чувак. Чувак вентили, вот у Нео вылез с длинного. Ну и все, в принципе. Здесь полякам выход на закрытый заказан. Тут либо чудеса, либо... Ну все, все, да, тут два красных поляка осталось. Ну засейвить надо хотя бы попытаться, две секунды. Не, 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 шансов нет. Не, ну вот Лурду удалось, удалось засейвить девайс. Странно, почему ему не загоняют? Не знаю, а они на Плантас играли, как бы, особо сильно не парились. У меня повисло Гоу ТВ у тебя. Пауза, да. Пауза, пауза на сервере, просит Паша, там, видимо, что-то. Ну, надеюсь, что что-то случилось, и поэтому попросили паузу. А из-за чего же еще могли? Ну, мало ли, может, тайм-аут какой-то, бывает такое. Ну, да. На самом деле, вот, очень сложно командам, состоящих полностью из 1,6 игроков, как бы, себя в Гоу, да? То есть, вот я считаю, что ESC, вот, Na'Vi, будет очень сложно привыкать, потому что они пытаются применить игру, в которой команда, да, у них была, к новой игре. А тут вязкий стиль игры, вот, ты замечал, вот, на трейне... Да, 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 да. Вот именно 1,6 команды пытаются очень вязко играть, очень долго строить свои раунды от дефолта, а потом делать выходы. Здесь шпилка немножко побыстрее. Мое мнение, что да, эта игра намного быстрее и требует большего экшена. Ну, если бы у ESC был какой-нибудь проводник, там, в лице какого-то менеджера, который до этого играл очень долго в Source и хорошо играл на высоком уровне... Ну, я думаю, что, может, даже это, он бы не был для них авторитетом. Тут, я считаю, нужно менять именно сознание команды, то есть играть, пробовать новые фишки постоянные. То есть вот нам повезло, что мы фактически собрали состав, в котором максимум играли 2 по 2 в других командах, да? Ну, да, да, да. Полностью состав состоит из 2 плюс 2 плюс 1, и мы можем практически с чистого листа изучать новую игру, не подстраивать. Ну, там, смотри, там DOSI раньше играл в Source, как бы, Foxford играл, если я не ошибаюсь. Ну, Адрен вообще бронзу на WCG в Source выкупал, но это не особо что-либо значит, понимаешь? Тут, скорее, значит... Ну, как, почему не значит? Бронза, понимаешь, на WCG, как бы, значит? Да, это 2 месяца жизни, которую он потратил, которую он уже и не помнит. Поэтому, как бы, не то, что не значит, а не влияет на построение игры. Именно в CSGO. Да, да, да. А, ну, тогда понятно. Тут нужно, вот, смотреть демки, выкупать, почему тот таран взялся, почему тот, и потом эти фишки пытаться применить на свою игру. Не зацикливаться на том, что было в 1.6. Это очень важно. Ну, это да, это правильно. Я считаю, что вот именно поляки-то начали играть намного раньше нас, практически одновременно со всем топом, да, который сейчас играет. Ну, да, они очень быстро перешли. Ну, да, пока не получается. Но они, понимаешь, я считаю, что поляки, они идут вот по другому пути. То есть, вот вы, например, решили игру выкупать изначально, да, а как бы поляки, они решили, что вот давайте на ланы будем ездить, да, попытаем. Вот самая хорошая закалка для них ланы. Не скажи, ты знаешь, да дело не в этом, я считаю. Я считаю, что главная причина вот неудач поляков, это пытаться навязать свою игру в Go. Ну, вот в Go такого не получится пока. Ну, пока, по крайней мере, у них не получается пока. Возможно, я буду не прав, и в конце концов этот стиль игры привяжется, да, ко всем. То есть, с другой стороны, вот те же Sorcerer, VeryGames, которые намного более агрессивно играют, да, намного менее аккуратно и намного... Ну, да, 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 но у них стиль игры такой. Да, 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 и он подходит для Go. То есть, они, по сути, сейчас чужжёсткая топ-2, с которой, ну, на СКП они тоже не проиграли Best of 3 ни одного никому, кроме Нипов. Да, Best of 3 они никому, кроме Нипов, не проигрывали. То есть, по карте, да, там бывало и... ну, как бывало, вот, походу, MyDGB это первая, да? Ну, MyDGB, да, это первая команда, но там какой расклад? Там просто играет Guardian, и у Guardian еще старый счет SVG, то есть, там был принципиальный матч для него, и он хотел их уронить. То есть, до этого он им доставлял кучу проблем еще в Сурсе. А, ну, то есть, это парень с опытом из Сурса. Да, это парень с опытом обыгрывания команды Вилли Геймса, обломов их. Так что тут вот такой вариант. Ну, то есть, я думаю, что в следующем году нас ждут очень-очень серьезные зарубы на всех фронтах, и создастся какой-то топ-10, которое будет в постоянном экшене друг с другом, если не топ-10. Я очень сильно, на самом деле, надеюсь на следующий год, вот, на поддержку компании Valve, относительно своего детища. Ну, я не считаю, что Valve имеет смысл поддерживать, да, как, пока что, по крайней мере, как Valve поддерживает Dota 2, то есть, проводить чем-то на миллион, например. Нет, чем-то они не будут на миллион проводить, минимум, как бы, до марта. Ну, вот они в марте, наверное, сделают игру бесплатно, я думаю. Да, то есть, вот, если они, это очень грамотная вещь, которая, я считаю, придет, как бы, любая игра в дальнейшем, делать игру бесплатно и зарабатывать не на продаже дисков, потому что это одноразовый платеж, который в дальнейшем, из-за которого в дальнейшем теряется интерес разработчиков к самой игре. Ну, да, можно зарабатывать внутри игры, как на Team Fortress, Dota, и в КСе будет то же самое. Возможно сделать продажу каких-то, по сути, пиздец, не меняющих геймплей, да, билетов на GoTV. Тут смотри, как устроено все, как бы, вот, билеты на GoTV, почему за ними будущее, опять же, вот, например, в КСе, да, в КСе, именно, успех игры, успех КСа зависел от того, какие были мероприятия для сообщества. Вот, количество турниров, оно развивало и продвигало как-то, да, именно киберспортивную составляющую. Ну, да. Вот, теперь все знают о турнирах, вот, и Valve будут работать просто с турнирами, даже если свой крупный турнир делать не будут, они просто будут работать с турнирами, давать им возможность продавать билеты на свои турниры в GoTV, и на этом зарабатывать деньги, и какой-то процент отдавать турниры. Есть другой нюанс, другой нюанс, как бы, вот, такие билеты не убили полностью киберспорт в КС Гоу. А, они не убили полностью. Пока нет интереса к игре, пока ее не смотрят 50 тысяч плюс, да, там, финалы крупных чемпионатов, продавать на GoTV билеты не так рентабельно, это скорее отпугнет людей. Не, ну, это отпугнет людей, с этим я согласен, опять же, вот, мы же с тобой до этого сейчас говорили, ты сказал, что нужно время, так я тоже говорю, что нужно время, я исхожу из этого. Я считаю, что в первую очередь им нужно ввести какие-то внутриигровые фишки, то есть, вроде, там, золотого дигла, золотого АК, который влияет на сам геймплей. Нет, это не надо, этого не надо. Почему? Он не мешает игре, он не влияет на геймплей, но приносит деньги создателям игры, что их провоцирует, как бы, точнее, подталкивает на развитие. Я думаю, они будут плотно работать с модельками сначала, то есть, именно с модельками игроков, с надписями, с какими-то ачивками, но вряд ли они будут там вставлять золотой калаш и золотой дигла, это реально глупо. Ну, а почему? Почему нет? Я считаю, что это только даст плюс, допустим, в компетенте в моде, да, или на чемпионатах. Что, золотой дигл один раз выстрелил, дигл расплавился, пошел сдал в ломбард, да? Нормально, нет? 3-0 тут пока что еще, и вот пауза что-то очень-очень долго стоит, видимо, там у поляков какая-то супер-проблема. Ну, возможно, да, а вот, отжали как раз паузу под твои слова супер-проблема, и игра продолжается. И у меня что-то тут такое, ой, посмотрите, какой он красавчик просто. Вот уже. Да, именно. Ну, тут просто моделька была сейчас в атаке, красная, красная, красная в конце раунда. Ну что, 3-0, и у ЕСТ сейчас будет бай, нет, не будет бай. Нет, не бай, не бай, один заставленный девайс плюс эко, и я думаю, в конце раунда подвиснет кто-то из поляков. Да, скорее всего, это будет паша. Ну, посмотри там. Нет, с паша это вряд ли будет, он же сказал пауз. Так, значит, это будет... Ну, надеюсь, что не девайс, который сейчас лурд пытается реализовать прострельщиками в девятке. Ну, посмотрим на автодиректоре, наверное, зрителям на этом покажем. Ух, там, кстати, уже полуфинал. Байкей против НИП. Посмотри-ка, вот команда из старой серии куда попала. Они, кстати, взяли себе из Джаз пятого игрока, видел? Ну, кстати, да, видел-видел, но мое мнение, что Байкей не является сильной командой. Честно, даже после нашего проигрыша, даже с учетом проигрыша, что за них играла девушка, да, все равно, как бы, вот мы сколько раз после этого, мы скорее переоценили себя, да, на той игре, чем они что-то показали. Ну да, но вы там опять вот микромоменты проигрывали в той части. Не-не-не, мы просто решили сыграть Инферно, которое мы считали, что сильное, а, допустим, сейчас вот мы его играем и понимали, что мы просто были ни о чем. Просто ни о чем. Ну и Доси теперь будет чекать всегда левый угол, когда будет заходить в церковь на Б. Не удается реализовать девайс, даже минусы не дают поляки. Ну смотри, бомба упала, а Кап, ну вот накормили одним калашом РПК, ой, он доволен, доволен. Так, стоп, и... А, все-таки ждали мы французов. Нет-нет, кто-то вылетел. Перезашел Паша. Перезашел Паша, ну я же тебе говорил Паша. Там, видимо, просто у него звук повис, игру поставили на паузу, а потом вернули обратно. Ну счет остался, экономика должна была вроде как. Нет, экономики не осталось. Паша взял флешку, и сейчас будет, по-моему, фул эко у поляков. Почему фул эко? У них фул бай. У Паши бай. У них фул бай, они играют медленный раунд. А, так там деньги же сохраняются, слушай, на сервере. Нет, деньги не сохраняются, но я думаю, что их поставили. Ну там и бот просто стоит, и бот это умеет делать. А, может быть, может быть, да. Там на СВЦ так же делалось, и на Дримхаке тоже. Ну что, смотри, три улицы, и вырисовывается выход вниз, но пока непонятно какой. Нет, под пристройку приходят. ТАЗ заходит в пристройку. Нет, под окна, под окна проходит ТАЗ. Вот это уже похоже на 1.6. Смотри, знает, что под окнами есть игрок Дефенс, и уход на 9. Его пытаются прострелить, задевает Кенниса чуть-чуть. Быстрая подсадка на 9. И на внешнюю. Вот это может на самом деле застать врасплох сейчас. Да, смотри, быстро под... Ну как врасплох? Я думаю, что они будут ожидать этого, но может не так быстро. Да, 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 да. Вот Кенни сейчас смотрим. Кенни как это... Будет чекать, нет? Да, 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 он уже идет. Чекать видит дуло, видит дуло сейчас у нас товарищ. Ну не, не заметил дуло, сейчас смотрим. О, топать. Нет, все, дождался Нео, убрал, залез в 9, все, пошла. Пошел выход А, нет, под девяткой еще есть один игрок защиты, его походу слышали. Нео раскидывает Аплент сейчас, и посмотрите. Поляки все еще на улице. Нео стреляется с плунтом. Минус 1. Плент еще чел, плент еще чел. И... НБК? Ну вот плент от Кринуса. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну конечно, минус 2 сделал, покачал, но последний хатшот от Кубина просто великолепный. 4-1. Молодцы поляки. Вот разыграли агрессивный раунд, быстрый, да, вот, чего и требует игра. С достаточно старой интересной фишкой, между прочим. Да? С подсадкой в девятку, которая изрешала. Тут это намного проливче делать, конечно. Ну да, здесь один на другого, оба залезли. Ну вот самое, что главное, они сыграли как раз под окна. Это первая такая нестандартная ситуация. Обычно, знаешь, команды стараются разыгрывать вот этот вот великолепный дефолт, там 3 в мейне. Опять быстро играет полякин, судя по их глазам. У них в глазах вот этот огонь был, разбили дверь, закидывают дверь. Так, ну вот флешка одна кривая была, но в принципе, она вроде как открыта. Там дым уже открыт. Девятку согнали, девятка тоже белая. Вышли ап. Вышли ап. Раскидывают дымом мейн. И... Плэнд ап отдали. Так, ну вот... Смотрим за выбиванием. Вот Веригеймс очень хорошо выбивает... А ты посмотри, поляки не ставят бомбу, поляки ждут, поляки ждут. Вот Блур только-только начал её сейчас ставить, они ждали выпада из 9. Потому что ключевой игрок Нео, который уже с длинного обходит. Он уже поднимается с длинного, вот в чём фишка вся. А его ждут... Ой-ой-ой, его ждут НБК минус Нео и... Эх, инфа, конечно, не зашла. Ну смотри, поляки, в принципе, на точке, шансы отбиться есть на этой бомбе, но вот... Вот девятка первая и девятка, ну что, не ставит. Нормально, один в два. Один в два, можно поработать. Можно поработать, играбельная ситуация минус Экзистенс. Один на один, надо манцеваться в планете против Кенниса. Кеннис подобрал АК. Ну вот Кеннис пытается настигнуть, здесь Лурта, Лурта играет в догонялки и... Курва, Курва, есть! Есть раунд, вот всё. 4-2, ЕСС стараются. Ну, Сы, опять сыграли быстрый раунд, чётко разыграли отдачу АПа. И... Эко, эко у французов. Надломили экономику в самом начале, это хороший знак, на самом-то деле. А нет, решаются, берут Фомасы, берут Фомасы без гранаты. Это может быть ключевой ситуацией в игре вообще. Если поляки вот сейчас возьмут этот бай, они возьмут уже 4 своих раунда за атаку. Эх, ну, надеюсь. Надеюсь. Не, ну, 4 им будет мало, я думаю, они сейчас попытаются здесь... Поджим рампы, поджим рампы, втроём делают 3-гейм. И тут тацкий зажим от Таза, минус 2, и практически третий минус он ещё смог. Сейчас дать меняет Двайс, заходит на гранату, выходит на красного. Двайс, я не добил третьего, но его разменяли. Ну да, но там ещё как бы остался вот Кеннис живой, 7 хп, и его не разменяли, Кеннис-то жив, смотри. Да-да-да, это убери другого. Ну, его сейчас добьют легко, я думаю. Он играет как-то очень стрёмно в дыму, крысит в дыму просто. Да-да-да. Знает, живый шляп. Ну, поляки спокойно прошли по 9, НАП поднимается в двое, вернее, в девятку, и на инсайде будет оставаться у нас, знаю, 13 хп. Ну, Кеннис в радио его не слышит, он поднимает Двайс, он заходит в спину Нео, который красный. Ну, вот сейчас, сейчас должны услышать. Но он не топает-то, а другой игрок с каналки, тоже становится красным, дым падает в будку, но Кеннис готов уже врываться на самом деле. Ну, всё-всё, сейчас его уже должны ждать, да-да-да, из дома. Всё, вот минус сбудки от Нео, и... У вас труба, нет шансов. Ну, Экзистенс тут не полезет. Ему, кстати, гранату Нео дал сбудки, и она ему и оставила 6 хп, при том, что он при вот выходе на ап как раз-таки смог эту гранату так чётко бросить, что Экзистенс как раз в той трубе и стоял. Она прямо там залетела, она нежданна. Ну, я не считаю, что этот риск от Вари Геймс был оправдан, бай с Фомасом, ещё и поджим 3 рампа. Они, наверное, учтут твое мнение. Ну, я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что как раз не учтут мое мнение и будут продолжать делать так. Будут продолжать играть в высокомерный Counter-Strike. Как говорится про покер, да, их ошибки твои деньги. Ну да, да. А в принципе здесь так и будет, я думаю. Как бы оно здесь так и было всегда. Так что... Ну вот, теперь с пистолетами сливают. Просто я почему объясню, ещё не считаю этот выгодным решением, да, Фомасы безарморовые поджим. Потому что ты с пистолетами намного больше можешь в этой игре сделать, чем просто побежать, да, и попытаться убить. Ну да, да. Опять же, экораунды, да, они очень-очень опасные. Что у защиты, что у атаки. Вот можно придумать много фишек. Ну, с дымом с тем же самым, да. Можно такие выпады пытаться делать. Ну вот, на улице засаду сделали с пистолетом. В том, что его не прочекали, а тут, смотри, пошла атака ангар. Смитц ещё один минус даёт. Открывается в ангаре. НБК его убивает. Вот так, с РБК им расправились сверху. Прострелы под 9. Ну и Смитц вместе с Экзистенсом вдвоём остались. Экзистенс, смотри, где находится. Он сейчас будет прыгать в спину. И не допрыгивает! Ой-ой-ой, я мог сейчас казнить двух игроков. Там два красных стоят. Да-да-да. Вот смотри, вот у Ригейм сейчас взять больше шансов, чем в том раунде... Чем в том раунде сдавайся. Ну смотри, подскользнулся тасс на улице. Небо сейчас пытается здесь разыграть. Ему надо забирать бомбу. Ну вот на А, конечно, на АП заходить здесь будет очень-очень неудобно. Я думаю, что поляки пойдут просто на хелпу и спустятся вниз. Я думаю, что это будет самым правильным решением. Хотя 30 секунд придётся подниматься на АП. Да, и это в любом случае девятка. А девятка это два пистолета в ответку просто. А вот фишка девятки в том, что ты поднимаешься и тебя в любом случае видно. В любом. То есть как бы ты ни поднимался. Ну вот и лезет первый сотый под флэш лурт. И оооо, боги мои, ну что же вы творите, поляки? 5-3, ЕСЦ. Вот видишь, вот я был прав всё-таки. С пистолетами можно нарешать намного больше дел, чем с бездумным баем и поджимом. Ну да, эко-раунды здесь опасные. Мы вчера ещё с Маркеловым, когда вот смотрели матч, мы это обсуждали. Не, конечно, я считаю, что это неплохо. Потому что это привносит, вот знаешь, если в 1-6 ты смотришь, и комментатор мог хоть альтабаться на эти эко-раунды, да? Ну да, да, да. То есть здесь как раз-таки... В игре постоянный экшн. Постоянный экшн, постоянное напряжение. Нет вот реально унылых, скучных сейвов. Как бы всегда велика вероятность пойти забрать того, кто сейвится и так далее. Но это круто, это круто на самом деле. Это лучше, чем там сидеть и смотреть на то, как 4 типа уходят на шифтах там куда-нибудь в яму на длине. Ну да, да, да. Ну что, поляки не отчаиваются, берут раунд, играют против ФВП. Опять Кенни с улицы, на этот раз с ним в паре РПК. И скаганалки играет из подвала. Скаганалки. Из скаганалки, из подвала. На планте двойка и два игрока РПК открывает счет в раунде. Минусует Нео, не дали пройти улицу. Вновь полякам плохо. Кенни с минус Кубин. Кубин пытался вторым разменным сыграть, не вышло. Грамотная флешка отсмится. И он выпускает атаку на рамп. Ой, Кенни хорошо выпадает на рампу. О, минус 3. Просто из 5-5. Вот, хорошее АВП, это, конечно, огромный плюс. Ну да, но вот АВП как раз-таки в этой игре, вот с Мариком говорили, он сказал, что она не очень для него. Но, типа, здесь нет вот фаззумов и... Ну как, нет, нет, к этому всему нужно привыкнуть. Вот, на самом деле... Но дело привычки, да. Дело привычки, надо играть, 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 играть. Что фаззумы, что вот скидки, они очень похожи на 1.6. Просто тут попадать немного легче, на моё мнение, из-за того, что проходы больше, модельки чуть больше. Паша... Ай, додавил. Паша тут ещё попытался побороться со Смитцем. Ну, хотя бы АВП убил тоже неплохо, но АВП всё равно подобрали. Будет дроп 6-3 в пользу Варигеймс. Ну что, вот ESC должен сейчас быть план на экораунд, и потом будет, конечно же, бай. Вот поляки стараются всё-таки не брать пистолеты, да, по 250-е, деглы. Ну вот пошёл, первый кто-то не выдержал. Один, один пистик, да. Ну, это скорее, знаешь, такое уже от отчаяния. Пару гранат и по 250-е. Ну, я не думаю, что от отчаяния, может, просто под флешки хотят разыграть красиво. Как бы... Ну, эти же флешки могли им пригодиться в следующем раунде. Вот, НЕО у нас пока что запрыгивает на эту банку, которая стоит на улице, здоровая со стороны. О, НЕО быстро-быстро прошёл под красный. Накажет ли он Кенни? Накажет ли он Кенни и... Да-да-да, есть АВП, ОЕС, НЕО, отлично. Теперь сейчас попытается его как-то реализовать. Нет, смотри, никого нет. Ответ у Паши. У него всё-таки... Способность. Штатный АВПшник, АВПшник в команде. Так, а тем временем, посмотри, чё... А, НЕ-НЕ-НЕ, это Экзистенс, он просто ходит здесь на углу, на фронтексе. Я думал, он там прорвался в инсайд как-то и залез на крышу. Мне кажется, неудачная идея под Паши идти отстреливать с АВП-ап. Ну, кто его знает. Ну, вот Паша там с девятки, по сути, да, всё уже сейчас законтры. И видя ноги, ну, очень неудобно. И сверху над домом, и с девятки. Вот АВП подбирает ТАСС, пытается тоже что-то сделать, его сверху уже начинает пилить. Сбудки не дают открыться Кубину, но это мёртвый выход на самом деле. А, там расклад был, там упор был на то, что НЕО в девятку залезет. Ну, скорее не упор, скорее это личная игра НЕО, да. Попытался под шумок залезть в спину. Ну, не получилось, не вышло, закрыли сразу парня. Но минус там всё равно сделал ТАСС, так что неплохо. 7-3, 7-3, ЕСН нужно брать четвёртый и пятый раунды как можно скорее. Я, кстати, в их дефенс тоже особо сильно не верил. Ну, АВП, кстати, играет дефенс теперь. Рампай улица, если я не ошибаюсь. Угу, на улицу не пошли. РПК, рампу. А, отдал, отдал АВК даже. Ой, тут 4А, тут 4А, ты посмотри. И туда поляки сейчас играют фаст-выход. И по факту их засчитали. Слушайте, смотри, выходит НЕО, сразу минус 8 есть. Но вот есть шансы, на самом деле, вот на размене выйти в преимущество. Но пока Веригеймс всё ещё позиционно выигрывают. И, как видим, принимают спокойно поляков. Даже уже 2АВП принимают ТАП, да. 2АВП с девятки просто отстреливали. Ну да, но тут опять ошибка от поляков. Надо было выходить под прокид. Вот попытался застать врасплох сейчас ТАСС. ТАСС прострелом, но ему в ответку тоже начали простреливать. Решил всё-таки свалить с этой крыши. Кстати, на шилке я не до красного ТАСС. Красавчик, красавчик. Вот если бы убил ещё бы и 2АВП, это было бы вообще великолепно. Прострелом. Прямо фантастическая ситуация. Ну чё, тут контроль-бомба идёт. Не, поляки просто на на побежали быстро, молодцы. Хотели сыграть, знаешь, на характере, да. Но вот раскидать забыли ПЛЕНТ. Без подготовки выходить на карту. Не, почему? Раскидали. Просто они делали упор на пристройку, а ПЛЕНТ собирались убивать. Вот и всё. А на этом раунде Веригеймс играли 4, чуть ли не 5А. Потому что ТАСС с трубой прибежал сразу. Ну, ТАСС пытается здесь как-то выхладиться. Но это сейф-девайс или попытка сейф-девайс. Сейчас, наверное, за ящик сныкается. Да, 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 сейф-девайса. Тут как бы больше ТАССу особо сильно нечего делать. И прятаться единственное, что остаётся логичным и разумным решением до конца этого раунда. Ну, вот Веригеймс начинает нервничать, начинает что-то простреливать. Но, слава богу, ТАСС не лезет. Вот, знаешь, иногда это начинает раздражать соперника, когда вы там сейвите вот такими вот методами. Но здесь, правда, один сейф одного девайса. Но всё равно. Вагазонеры ничего не начали стрелять везде. 8-3. ЕСН нужен 4-5 раунды. Как им их взять? Ангел, помоги им. Есть такой мифический бай сейчас. Не, не берут, они всё-таки бай решают сливать. А взять им... Взять им это очень сложно. Против двух АВП я бы на их месте заркадил бы ап. Но... Не так быстро. То есть я бы раскидал пристройку, а один чел бы с крыши ещё кинул флешки, знаешь, через верх, через окна. Которые слепили бы двух АВКов на девят. Да, да, фишка уже известная. Я уже её прохавал. О, да. Это, наверное, самое первое, что я прохавал. Так, Смитс минус Паша. Ну, вот на девайс попытка сыграть рамп есть. Хорош, красного оставили. Загоняют, загоняют, да, загоняют. Загоняют Смитса, а Кубин в этот момент играет великолепно с пистолетом. Вернее, не Кубин Лурд, играет в размен. Ну, вот попытка открыться снизу. Ой-ой-ой, вот всё, вот минус от Кубина был. И два трубы, и два трубы. Один из них АВПшник. Один в два. Тазу нам быстро стоять бакомбу. Пока не обошлись длинного. Да, Таз это понимает. Нет, Таз разводит. Таз разводит коридор и минус экзистенс, отлично. Виктор давит. Влетает граната в плент и попытка дать минус два. Таз и отвернулся от флешки. Открыл двери. Кеннис падает и второй хедшот. ЕСЦ. Вот это Таз, вот это раунд. Просто великолепно. Да, вот опыт 1.6 игрока, плюс то, что слышно бомбу на всей карте, когда ставишь. Это радует. Ну, вот он тут задёргал, конечно, Кенниса в последнем моменте. Видно, видно, что у Вэри Геймс как-то мало опыта разыгрывать против вот таких грамотных человек, да? Вэри Геймс играет дроп раунд, кстати. Они слышат бомбу и врываются. Все вместе. Ну, вот они слишком безумные, слишком банальные и предсказуемые, на самом-то деле. Вот опять, опять раунд, когда фамасы у Вэри Геймс и на следующий раунд очень мало денег. Ну, да. Опять врыв, опять врыв. Видимо, у них такая командная страта. Мало денег, побежали врываться. А-а-а, и РПК открывает счёт в раунде. Минус таз в радио. Всё, поляки отдают инсайд, понимают, что лучше отыграть от позиций. Вот лезет Нео, минус дал. Лурд пытается что-то сделать, и его МПК казнит. Ну, вот бешеная вот эта вот стрельба, сурсерская, она, конечно, здесь решает. Всё ещё решает. Это временно. Ну, понимаешь? Да, конечно, временно. Понимаешь, вот поляки просто дают Вэри Геймс играть такие врывы. Дают. Они не знают, как вот с этим ещё пока бороться. Они не могут зачитать этот врыв. Но теперь-то, я думаю, вот с двумя, после двух таких раундов уже можно примерно понимать, что если у ВГ мало денег и какой-то супер-бай, то... Всё, ты это смотри, сейчас будет тап открывать с Паши. Ну, пытается, пытается Паша сыграть как-то с труб, но никого. Вот сейчас вот здесь он поднимется и зачекает чела. Да, видит чела и видит его. О-о-о, это, конечно, неприятный момент. Да, это слэш от пункта. Экзистенс белый. Паша открылся, тут есть фронтекс минус, а, Паша, надо брить фронтекс и закрывать. Кубин, один в два, остаётся. Посмотрим, повторительный успех Виктора Войтаза. Ну, сейчас его окружили. Нужно убивать кого-то одного, или девятку, или дом, или уходить вниз. Вот он, по-моему, хочет уйти вниз. Да, 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 да. Он просто падает вниз, быстро. Успевает, успевает быстро поставить бомбы. У него ещё в запасе даже время есть, если вы сейчас будут пугать, да. Ну, тут врыв. Ай-я-я-я. Ну, видишь, вот из-за того, что тут трубы, по которым можно бегать. Немножко не рассчитал. Ну, может, вот здесь привычка 1-6. Есть, осталось у него, да, подождать, то, что там кто-то будет лазать. Но всё равно сыграл он очень-очень уверенно. Но вот, к сожалению, его задавили. Ну, в ВГ тоже понимали, что 16 секунд можно... Ну, и преимущество, как бы, да, они могут одновременно упасть с двух сразу же вентилей. Застать врасплох, почему бы и нет. Правильное решение. 9-4. И у ЕС, беда пока что с пятым раундом. Ты вообще как думаешь, им 4-4 раундов атаки хватит? Я думаю, что им хватит 4... Не-не, я бы сказал, что им хватит 5 призятой пистолетки. 4-х, вот это как раз очень, так, знаешь, стрёмненько. Ну, 4 стрёмненько, да, если пистолетку проигрываешь. Так, смотрим на приём от Смитса халявы. Ну, и пока что Смитс великолепен. Ну, поляки пока, наверное, ещё не поняли, что дым в этой игре выбегать нельзя, ни при каких условиях. Ну да, дым здесь просто... Особенно после того, как его ещё и улучшили. А, улучшили в смысле... А, ну да, он стал вообще просто... Мы стали гуще, то есть из него вообще ничего не видно. Ну, зато теперь он ещё и душит молотов. Обрати внимание, сразу все перестали юзать молотов. Ну, кстати, они скорее не из-за того, что дым тушат, да, а из-за того, что он стал слоуить, ну, перестал замедлять движение. Ну да. Вот это самый важный фикс. То, что он тушит молотов, это вообще фигня собачья, не знаю. Почему фигня? Как-то это применить к тактике, да. Не, ну почему, например, если идёт какая-нибудь аркада с дуги от КТ на каком-нибудь эко-раунде, и они безумно какие-то... Ну, если играют реально безумцы, взяли молотов, бросают его тебе там, например, в мид, ты такой, хоп, дымом потушил. И пошёлся спокойно дугу отбивать. Да, ну ты пока этот дым достанешь, пока его кинешь, так вон уже и пройдёт молотов, а потом тебе ещё и в этот дым выходить. Ну, кому это надо? У тебя сожгут 20 раз, наверное, до этого, да? Ну, они тоже сожгут, наверное. Смотри, тут таска как поставил. Ну, вот один в пять таск хочет взять. Ну, тазможет, тазможет. Сейчас ещё раз поразводят немного на бомбу, да? А ну, а ну. А ну, а ну, ну чё, кто здесь? Ну, Ари Геймс уже не такие ложки, как в прошлом раунде. Ну, и вот тут уже всё, поджали с верхнего и с коридоров. С вентилей забежали игроки. Эх, ну, 10-4. Что, последний раунд? Должны быть деньги вроде? Нет, нет денег на бай. Всё, это, конечно, кроволол. Кроволол на первой карте отъестся. Но остаётся верить во вторую половину. Но если пистолетку не возьмут, то это, по-моему, GGBB. На первой карте. Но ещё будет вторая. Вот, Best of 3. Это интересный расклад. Ты-то хоть как думаешь? Головой, а ты? Да нет, ты-то думаешь, что вообще смогут они во второй половине подраться? Даже если бы зависит от пистолетки. То есть, действительно, если поляки возьмут пистолетку, то, я думаю, будет нешуточная битва. А, ну и есть ещё одна. Теперь в этой игре добавляется ещё одно условие. И не отдадут эко. Да, и не отдадут эко, как бы. Это самое главное. Ну, вчера вот таких, знаешь, сюрпризов с эко-раундами было не особо много, но они всё-таки были. Здесь они продолжаются. Особенно вот на стадии четвертифинала. Очень важно. Кстати, инфа поступает. The Nation проигрывает за атаку на Инферн на 11-4 первую сторону. Ну, это только первая сторона. Должны они Майдиджбю уничтожать. Ну, теперь я даже засомневался. Ох. Да нет, а чё сомневаться? Нормально всё будет, они должны выигрывать. Должны выигрывать. А атака просто сильная на Инферн на сторона. Ну и что? Сейчас перейдут за КТ и перекроют кислород этим сербо-словакам, чехословакам. Будем надеяться. Ну, здесь, смотри, поляки играют совсем как безумный какой-то врыв в дым. Выходят на А, их раскладывают по одному. Остался Паша и один в четыре с деглом. Я пока воспользуюсь рекламной паузой, схожу в туалет, чтобы спеть на пистик. Ты мог сказать, что... Хотя бы просто... Откровенный... Так, ну что, 11-4, первая половина, друзья, в Regames её выигрывают, в принципе. Мы посмотрели на какие-то раунды от ESC, которые работали. Но те раунды, которые ESC взяли, опять же, вот хочу заметить, взяли они реально на характере. На характере, с чёткостью повышенной. Ну и по стилю игры я вот делаю вывод, что ESC немножко зажато в себя всё-таки вели. Они тоже не знали, чего ожидать от команды в Regames. Ну, по статистике первая половина, в принципе, тут понятны многие моменты. Ну, вот статистика Паши 5 на 10. Он, в принципе, штатный АВП. Играл без своего девайса. Играл на АК. 5 на 12 лурд. Не особо удовлетворительный результат. Нео 7 на 13, 9 на 14, как видим, Кубин. Ну и ТАС 11 на 12. Ну вот ТАС, конечно, потащил. ТАС потащил в первой половине. Команда должна быть ему крайне благодарна по этому поводу. Но у Regames всё было замечательно, дефолтно. Ну и вот они, рестарт. И первая пистолетка второй половины. Ждём, когда товарищ... Да, всё уже, товарищ. Какой ты шустрый. Итак, ну что, пошёл рестартик. Тыкс, и... Так почему-то четверо ESC. Да это вообще бред. Они, короче, не сохранили счёт и сделали рестарт, понимаешь? Ну, ничего страшного, на самом деле. 11-4, я думаю, все помнят, если что, будем напоминать. Да, да не, просто это как бы портит всю трансляцию изначально, понимаешь? А я тебя прошу. Нет, счёта сверху это неудобно. А некоторые зрители как раз таки просто смотрят, фоном слушают, знаешь, и наслаждаются. Тем, что всё красиво, чётко выглядит. Ну, попереживут как-то. Важнее всё-таки результаты, игра, заруба. Да всё нормально, я уже сейчас воскрешаю второй худ, дополнительный запасной, который у меня есть, на такие моменты. И буду на нём вести учёт, естественно. Давай, давай. Давай, давай. Я уже это сделал почти. Осталось только вот флаг прописать. И... ПОКАЗАТЬ! Еееее. Ну и всё чётко. Такс. Да, 4-11 из Nation проиграли. Ой-ой-ой, смотри, восстановили, счёт не сохранили и сделали рестарт на вармап. Отлично, какие красавчики. Вот я хочу этот ебот на матче StarLadder. Ебот. Хорошая зая. Ну да. Электронный бот, типа того. Ну что, погнали. Преимущество у Вэри Геймс просто катастрофическое. И если в первой пистолетке ЕСЦ покажут слабину... О, РКДА, РКДА. О, РАМПЫ. Заметь, у всех наборов. 5 голоков и 15 гранат на команду. Нет, там что-то тотальное. Ну ты посмотри, как играют ЕСЦ. Они сразу отдают моментально вилку, даже не пытаются стреляться с ней. Запускают на... РАМПЫ АТАКУ. Запускаются вниз. Запускаются вниз в аркаду, ложат дым на плент, чтобы поставить бомбу успешно. Ну вот Кубину сейчас просто еле едва-едва не дали уйти. Он пытается зайти в вентиль. Но будут смотреть длинный, чтобы в длинном никто не прыгал. Ну смотри, как классно. Вообще дымы покидали себе везде Вэри Геймс. И выбить их теперь будет втройне сложно, но можно раздефузить в этом дыму. Ну всё, французскую конфетку надо давить. Поляки выходят на плент. Посмотри, там уже готовится дефуз. Оп-оп-оп, длинная перестрелка, РПК. И РПК надо казнить, это делает ТАСС. Дефуз, короткий, короткий. Ай-яй-яй-яй. Вот в ложном, конечно, сейчас можно напрячь. Смит, что творят Вэри Геймс? Как так-то? Сумасшедший сортерский раунд за атаку вообще. 15 гранат, 5 глаков, ни одного армора, представляешь себе? Это жесть. Они спустились вниз, кинули дым длинный, дым на плент и разошлись. Очень-очень-очень грамотно сыграли ребята, молодцы. Показали вот как стоит в экшене играть за атаку в этой игре на этой карте. Очень-очень круто. Даже повторить, ты знаешь, даже если кто-то захочет стырить тактику, ее хрен повторишь. Конечно, потому что это сверх рандомные дымы. Почему? Почему сверх рандомные? Ну, не знаю. Я уверен, что они все спланировали. Они знали, что под эти гранаты приходится отдавать рампу, да? Ну, если сейчас Паша отдастся в ангаре, и все, по сути. Ну да, это первая карта за командой Вэри Геймс, как бы. Да, неприятный, конечно, момент. Вот то, о чем я говорил, то есть вот пистолетка за атаку, и шансов у поляков практически нет. Ну что, смотри, на девятку подсадились. Ой-ой-ой-ой, три в три ситуация, три в два. Три в два, и поляки могут перевернуть. Так, экзистенс. Ну вот с экзистенсом тут на опасных позициях и дистанции стрелял сейчас Нео. Девайсов нет, но сейчас, я думаю, подберут. Бомба под окнами лежит, да, бомба лежит под окнами. Нео нервничает, его срам здесь запирает, калаш еще в него такой влетел неплохой. Прямо у него труп. НБК здесь уже будет сейчас играть агрессивно. Знают они, что один таз где-то есть, но таза особо сильно бояться не стоит. Бомба забрали. Смотри, девятку пытается прогренить. Таз смещается в этот момент по улице. Сейчас должен забрать красного экзистенса. Да, забирает, причем в голову. Еще каким способом? И против НБК будет играть. Ой-ой-ой, тазу главное сейчас не лезть. Вот все, что нужно делать, просто да не вылезай ты на него. Зачем ты вылезаешь? Ну, хотел подловить нападение вниз. Да какое ловить? Там чувак уйдет только вниз. Все, вниз у него единственный логичный вариант. Почему? Либо падать вниз и ставить бомбу на планете, и таз бы ее все равно услышал. Ну, услышал, а дал бы поставить бомбу, а там ситуация, он с пистолетом и чел на планете. А тут есть возможность убить чувака, который летит вниз. Там же падаешь в угол, ты знаешь, не на планете, а в угол. Ну да, да, да. Вот, и он пытался подловить вот это вот падение в угол. Ну, в итоге подловили его. Попытку подловить падение в угол. Дефузов не было, то есть разыгрывать длинный раунд. Как-то стрёмненько. Ну, тут что, поляки, еще один такой супер байчик у них вырисовывается. Тоже по 250 взяли. Смотри, флешечка готовится на рампах от желтого. Только она не агрессивная, она какая-то странная. Ну, чтоб масса... Динэкзистенс чекает рампу, видит одного и выходит. Вот если была бы масса, масса бы выходили, флешка бы может сейчас... Интересно бы залетела и была бы серия фрагов от поляков, но... Мечтать... Мечтать не мешки ворочать, как говорится. Так, ну и минус от Таза есть, поляки. Таз, минус два, влетает Нео, минус тоже. Вот он, вот он, польский эко-раунд, друзья, и серия фрагов есть. Ну, французы опять вдвоем. И девайсы, кстати, они никому вроде бы не отдали. Да, никому не отдали девайсы, поляки все еще с пистолетами, поэтому... Ну, вот три в два, три в два ситуация, хп у всех есть. А, да, решает, идеальное решение принимает Варигеймс, будет подниматься на девять. Ну, что, один отдефит просто сверху, бомбокурант. Сможет ли... А, не, просто тусят, просто тусят, кидают флеш, поднимаются. И оба поднялись, да. Лурт, 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 снизу. Ой, 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 не успел. Ну, вот не сможет он чуть-чуть попасть. Ну, сейчас Варигеймс подумает, взяли, взорвали Пашу между делом, знают о позиции лурта. Ну, это жесть. Ну, у Нео есть девайс, и он в окошечко смотрит пристройку. Ай-яй-яй, какой тайминг. Ой-яй, вот схватил тайминг, увидел. Эй, минус девять, отлично, минус мейн, надо делать на РПК. Отличная стрельба от РПК и КГ от Нео. Да, ну вот поляки, понимаешь, два эка раунда подряд, как вот в шаге от взятия, в шаге от взятия, но... Сейчас я уже сомневаюсь в их девайсном раунде и десятке камбэка. Хотя, если это произойдет, это будет нереально. Ну, смотрим. В 1.6 поляки могли изи такое сделать за КТ на нюке. Ну, это в 1.6 было, понимаешь, здесь же уже другая ведь игра. Конечно, понимаю. Лучше, чем многие. А как вообще по ощущениям тебе КСГО вот сейчас уже, вот когда ты поиграл, ты уверен? Я тебе скажу так, что он мне изначально нравился, потому что вот, не знаю, мне как-то мотивация под конец 1.6 терялась, потому что мало нового, мало интересного. Оттуда этого интересного хоть на прага, хоть отбавляй. Ну да, плюс игра будет меняться, это радует. Я думаю, все-таки Вальф ее... Да, конечно, тем более ты знаешь, вот многие моменты, которые в 1... Ладно, давай досмотрим. Давай досмотрим, здесь Смитса под девяткой, но я его закрыл. Ну да, 3 в 4. Но Кенни в трубах, Кенни в трубах, и Чел на рампу поднимается уже снизу. Ну вот смотри, НБК тоже вышел, да, все, рам заняли, ВГ, и Кенни сейчас чекает низ, не спустой. Осознанно, осознанно отдают... А бомба, где бомба у них упала? Либо она упала, либо они ее где-то специально дропнули, просто я так не понял этого момента. Смотри, в девятку готовятся заходить. И посмотри, как поляки, они знают, они знают, что скорее всего попробуют выйти под я... Бомба, походу, в окнах опять, да? Да, 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 бомба в окне, в окне, пакет где-то здесь должен валяться, туда идут ВГ. Посмотри, Кубин стоит на респауне вообще, и ему ассистируют здесь в качестве хелпы девятка. Оп, минус Кубин. Жестко вырубает Кубина. И проходит в сторону пристройки. В сторону пристройки с бомбой идут двое, а сейчас девятки должен хелпать свой. Ну вот тут еле-еле Нео успевает закрыть, слава богу. Все, НБК надо здесь зашатать, зажимает в него, но не убивает. Нео плюс таз против НБК. НБК падает вниз, вернее, пытался залезть в вентиль, но Нео его закрыл. 14-5, первый девайсный раунд остается полякам. Вот по этому девайсному раунду я сейчас увидел то, что ЕСЦ прекрасно понимает, как играет Вэри Геймс. Нет, скорее они прекрасно понимают нюк, как бы, тут мало что поменялось в плане географии карты, кроме длинного с 1.6. Они просто взяли каждую свою точку на аккуратности, скажем так, и взяли раунд. Эко раунд от Вэри Геймс с парочкой гранат. С парочкой гранат. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, я думаю, сверху будет быстро кидать через окна гранаты. Да, вот, летит флеш оттока на выход дом в аркадный. Этот лурд уже успел занять на дом. Ну да, спокойненько просто отстреливает всю эту движуху. Тем временем ZN играют на Inferno с командой MyDGB, друзья, и дают небольшой камбэк. Там уже счет 13-8. Мне подсказывают. Ну нормально, нормально, неплохо. Нормально. Ну вот там, конечно, встреча очень тоже интересная, но вот здесь вот может быть исторический момент, опять же. Ну понимаешь, сейчас как бы вот самая титулованная команда в мире, ну в 1.6, да, может сыграть... Это самая титулованная по Source. Да, 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 и это как бы того стоит. То есть это не команда НИП, не какая-то сборная солянка. Это вот как раз-таки две разные школы КСа борются друг против друга. Ну и пока, конечно же, школа посильнее оказывается в новой дисциплине. Ну тут Смитс какой, а упертый, посмотри, его со всех сторон простреливают, но он еще умудряется убивать. Ну, слава богу, загнали в угол. Ну это скорее поляки умудряются отдавать девайсы, но чувак, который в девятке заперт, они к нему еще пытаются подняться. Не, ну в девятку там чувак залез вообще раково. Просто, знаешь, залез и смотрит. Так что еще одна эка от Regames. Понимают они, что торопиться им некуда. Собираются играть через АВП. Вот поэтому эка уже можно об этом судить. Знаешь, я думаю, все-таки ЕСЦ здесь с твердыми намерениями. Ну, все будет зависеть, очень, точнее, многое будет зависеть от первого девайсного теперь. То есть, если они смогут предоставить, что-то противопоставить АВПшнику, да, за атаку. Ну, я надеюсь, что сейчас open-fragов от французов не будет, это может поломать. Ну, смотри, открыли рамп, открыли рамп, рамп пустые. Да, дали рампу абсолютно спокойно. Вы же под девять, здесь что-то здесь у всех деглы. Что-то они решили здесь вообще с золотыми пистолетами пошалить сегодня. Посмотри, уже Экзистенс провалился в метро. Заняли хелпу, Экзистенс в метро, на удачной позиции играет, знают поляки, что могут подняться девять. Я даже сказал бы, он на крайне удачной позиции играет. Если сейчас там УВГ все выиграет под девяткой... Нео, нео сейчас должен убивать одного. Так, с минус ангара. А в AirGames даже не подозревали, что на девятке может никого не быть. Только сейчас смит залез и все бы зачекал. Так, ну вот, нео не знает, что в девятке. Или знает уже. Знает, знает, знает. Да, знает, там уже Саплантас смотрит. Ну что, здесь лезут в девять, как видим, игроки нападения. И ВГ пытаются сделать ВДВ такое специфическое. Все, положили им дым уже. Нет варианта выхода. Их там с девятки, знаешь, только головы, кровь в разные стороны влетает. Но Экзистенс вот со своими 20 хп бродил весь раунд. Наконец-то его добили. Ну и с девятки, с последних, в принципе, тут разговор короткий. У Лурда 14-7. Ну и ЕС нужно 7 раундов как-то потащить каким-то чудом, чтобы дождаться счета 14-14. Но я думаю, у ВГ уже есть какие-то планы на то, чтобы устроить переворот прямо сейчас и взять свой матчпоинт. Взяли? Нет, 5 АК взяли. Видимо, собираются быстрый раунд играть. Быстрый раунд играть в AirGames. Интересно, интересно. Там еще респаун очень хороший, Смитсу. Вот он его, по-моему, на улицу. Ну, респаун тут не так много решает. Смотрим, гранаты нашифрованные. Смотри, Смитс такой, да, нашифрованную гранаточку бросает, которая сразу изолирует, как видим, ангар полностью. Два дома даже, наверняка. Между красным и туда ангар. Взрывают за ангаром и медленно проходят улицу. Нет, смотри. Сорсеры тоже умеют играть медленно. Не, ну они могут сейчас еще отойти. Не, ну я не понял, что им здесь поляки противостоят, которые тоже играют медленно и аккуратно. Но поляки умеют играть против медленного и аккуратного стиля. Четыре улицы, да. Четыре улицы проходят AirGames. Поднашифрованные дымы, гранаты занимают... Вот пытаются занять улицу. Пытаются сейчас зайти в ангар. Паша, важный фраг. Отлично. Из-за красного под флэш. Тут, смотри, а на рампах подсадка. Там него подсадили, а рампах не парятся. И могут сейчас позволить себе, в принципе, укрепить улицу. Главное, чтобы не довести вот этот вот, не париться до минусов на улице. Ну если Нео там никого не пропустит, там рампа. Куда готовится два? Да, 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 да. У Нео здесь уже заготовка. Ой, лол, вот это да, конечно. Два хп оставляет NPK. Это жесть. Но не занимается. Не занимается, причем всеми игроками. Паша еще вдобавок проходит сейчас в длинный. Ну и с длинного может устроить. Да, 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 да. Заходит, а тут сюрприз. Влетает дым. Флэшка, вернее, флэшки, вернее. Но выход, по-моему, был зачекан на плэн. Да, здесь должны давать просто серию фрагов поляки. С фетшотом, с фетшотом остается. Все, добили. Молодцы поляки. Очень грамотно разыграли все. Но дали поставить бомбу. Видишь, что? Сейчас вот после бомбы будет повторный бай, скорее всего, от атаки. Да, судя, потому что они, точнее, судя, а из-за того, что они делали двайка, у них бы баллы байбл в любом случае. У них оставалось еще по тысячу долларов. Вон там пятюньки, 4-2, уэкзистенс, да, сейчас будет бай. Ну, а в п не будет, скорее всего, это радует. Ну, может, без армора. Может, без армора. Давай посмотрим на кинес. Нет, продолжаю дарать ВК с гранатами, полноценный бай. Эко не предвидится вплоть до ничьи в ригеемис. Так, ну, вот две флэшки. Граната, флэшка, граната, дым. Флэшка, дым. Ну, там плотно, да. Опять, опять своим дефолтом по улице играет Верри Геймс. Вот, посмотрев со стороны на этот дефолт, видно, что там вот нет слабых мест. То есть их практически нереально поджать или подловить на начальной стадии. Разве что вот как Паша сделал, когда уже за красным и дымы рассеялись, тогда да. Ну, 4-1 проходит по улице, как мы можем видеть сейчас. И, по-моему, они сразу все в длины вчетвером ныряют. О, и вот таких парней можно было бы закрыть, но длинной. А Нео, Нео, Нео принимает вниз, убивает одного, уходит. Молодец. Грамотно. Вот очень хорошая техника уже у Нео. Видно, что он работал. Он себе немножечко скилла. На них на Бунте живет Нео. Ну, вот Нео сейчас уже дал инфу, и к нему должен подойти Кубин как можно быстрее. Но у Кубина здесь есть рамп. Нео отдается. И Кубин падает от НБК. На выход рамп. Пуш с нуля от Таза. Ой-ой-ой, вот теперь я уже волнуюсь за поляков. Если сейчас Таз пройдет как-то невнимательно рамп и не сыграет. Вот этот дым, дым на планете, он, блин, так мешает при убивании. Да, это да. Смотрим, занимание длинным под флэш. РПК тут. Ну, флэшка дальше. Флэшка вылетает за спину. Должен быть минус в ложном, но не доводит. Паша делал до конца. Два в одного остается Таз. Ну, и это матчпоинт для команды Вари Геймс. Ну, удачно сел, удачно сел. Смотри, его не зачекали. Его просто... Ой-ой-ой, Таз хорош просто! Вот это девятый раунд! Вот это поляки! О май гад! Там сейчас просто вся Польша, понимаешь? Там сейчас вот чуваки, которые болеют за ЕСС, смотрят стримы, себя в Польше, сходят с ума. Я уверен. Да, да. А польские, польские женщины просто кикут от дефьюза Таза. Вы понимаете это? Нет, все, после такого, по-моему, они обязаны как бы сделать камбэк. Матчпоинт для ДиДжи Биг. Да, да, да. Сенейшн. Эх, эх. Ну, ничего, Инферно не самая сильная карта The Nation. Ну, надеюсь, что дальше они смогут дать камбэк. Это, кстати, будет только плюсом, если они сыграют в камбэк. Паджим, паджим от Кубина в радио. И от Таза в будке. Плюс есть. Ну да, здесь весь инсайт поджали. Сейчас будет минус НБК в радио. Опять 4 внизу, опять 4 внизу. Да, уже прошли, Паша к ним в спину, кстати. Смотрим, как Таза разыграет в трубах. Ай, им дали дым. Тазу не важно. Тут важно сейчас, как разыграет Паша. И Паша. Ой-ой-ой-ой, такой сюрприз. Паша, ну, минус 2 дает. Знает, что там есть третий парень. Но вот ноги, к сожалению, у Паша открыты. Остается Лурд 1 в 2. Не самое сильное звено у ЕСЦ. Но очень опытный парень. И такие раунды может потянуть. Ну, смотрим сейчас, как он сыграет против Смиза. А, Смиз выпрыгнул. Очень удачный тайминг для поляков. Для Лурда вообще втройне удачный. Закрывается дверь. Ставится бомба. Должен убивать. Опс, минус бомба. Один в один. Один в один. Посмотри, Смиз, как занимает плент. Не, ну тут может Лурд смело просто убегать сейчас с точки. Он готовит гранату. И граната залетает. Вот, минус дверь. Всё. Бомбу взял Смиз. Ух, пытается уйти на рампы. Даже скорее подняться сюда и уйти в трубы, да? А, нет, уходит, уходит вообще. Он разводит, он разводит. Нет, слушай, ушёл. Он абсолютно спокойно уходит себе. Собирается ставить бомбу на аппы, разыгрывать ситуацию. Лурды с труб и... Но там будет всё равно Лурда. Смотря как бомбу поставят. Вот если будет прятаться в пленте, то у Лурды сейчас преимущество есть небольшое. А Лурд не знает, где бомба. Лурд просто не знает, где бомба. А Смиз в это время подходит в упор под трубы. О, вот это уже, конечно. Может быть какой-то имба-фраг от Лурда. А Смит, смотри, прячется за будкой. Ну, Смит, это преимущество, конечно же. Ну, не скажи. Вот после такого дыма уже сложно. Ой-ой-ой. А, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну, слева. Видел, видел же слева. Ну что ж ты невнимательно так играешь? Он ждёт, ждёт, ждёт. Смотри, ну как так? Не уверенно Лурд по стрельбе отыграл. Не понравилось мне. Ну да, вот он не смог попасть. А там просто, просто в нашару открылся чувак. Да и дым этот под себя, как бы это больше какая-то, не знаю, сорсерская фишка. Не, ну если бы он хотел дымом развести, к примеру, да, то он развёл. Не, да, да, да. Но он не хотел разводить, поэтому и потерялся на такой опасный выпад сбудки. Мне кажется, удачнее было бы кинуть дым под дом, да. То есть он предполагал, что чё, в доме или в двери. Ну, конечно, на крайней мере сразу решился, но если всё равно бай, они будут пытаться тащить до последнего, я думаю, бояться от ВГ фаст-выхода. ВГ снова играет 4 улицы, та же самая схема. С ВП у Кенни. И с подсадкой, смотри, с подготовкой предварительной по улице действуют парни. Там дым такой сверху. Ну, Паша играет закрытую за красным, опять же. А, слушай, это они залезают под дым на эту башню? На какую башню? Ну, вот на этот, не знаю, скалай. Запрыгивают, запрыгивают. Не-не-не-не, там дым до этого лежал. Вот кто его ложил в начале? ВГ? Чтобы не отстрелили подсадку какую-то? Наверное, не знаю. Ой, хороший фраг от НЕО, убивает она ВП за красным. При том, что там очень мощно славил Кенни с минус от Паши. Ну, вот тут уже... Паша минус один, минус два. Ну, понимаешь, сейчас ЕСЭ просто поняли, что вся их беда вот в этой улице и заключалась. То, что надо было бы её поагрессивнее принимать. Сейчас им удалось подловить. Ну, и здесь уже схема атаки у ВГ была немножко не такая, как в предыдущих раундах. Смотри, там в мейн, кстати, проскочил РПК, но благо закрыли этот проход. 15-10, ЕСЭ все еще хотят, я думаю, сыграть. Хотя бы до счета 15-15, а там уже будь что будет, но борются, борются. Эх. Кирилл! Да, да, сори, я тут с тиммейтами переписываюсь. С тиммейтами? Что тиммейты говорят? Если трена узнают, все такое. Ну да, у нас есть трена. Так, ну мы болеем за поляков, ребята, не переживайте. Вот нам очень-очень важно, чтобы поляки здесь прошли. Как-то, не знаю, до счета 15-15 играли. Так, сейчас у ВГ эко-раунд. И, возможно, даже они их сыграют два, я думаю. Хотя нет, не будут они играть два по деньгам, все нормально. Сейчас, секундочку, у меня телефон. Да, ничего страшного. Ну и в мейне, как видим, у нас там застрял товарищ Смитц, его убивают. Ну вот Лурд, конечно, жмет очень жестко по стрельбе. Как мы видели. Ну тут еще был момент, вот у Лурда в раунде, как раз-таки, когда здесь лежал дым. Он лег вот здесь, да. Вот из-за этого края дыма Лурд мог увидеть руку своего оппонента. Но он понял, что тот убежал. Он его услышал. Пробегал через этот дым. Но стягиваться сюда им хоя не стоило. Нужно было как-то попытаться там задефить бомбу. Потому что Лурд уже был с попаданием, и это был единственный варик, как бы, для него. Ну что, здесь поиски Экзистенса. Экзистенс просто сидит на каналке и дает минус один. Прячется. На него лезут. Минус два. Ну вот, наконец-то добили. Опять поляки вот пытаются залететь. Я тут. 15-11 и бай, да, сейчас? Да, 15-11 и бай и варикеймс. Но это будет один бай, и если они его проигрывают, то это падение снова в экономике. И уже не так много гранат для дефолта по улице. Я думаю, что стоит ожидать какого-то более прямолинейного. Наверное, наверное, это будет какой-то один агрессивный игрок на рампах. И может быть, все, ап сейчас рванут. Хотя не ясно. Не, улицу пошел Экзистенс. Четыре улицы, то же самое. Продолжать, гнуть свою линию. Это как-то странно выглядит, на самом деле. А, смотри, ну там дым от поляков, взрыв от поляков. Но все равно французы быстро проходят улицу. Ого же, Пашка, ну что ж ты в таком раунде делаешь? Ну смотри, ЕСЦ сразу понимает, что все, улицу проиграли. Давайте перестраиваться. Нео занимает девятку. Длинный заняли. Ну, Нео здесь уже все. Это минус Нео почти. Да, Нео пытался тут на лестнице. Немножко застрял, не полез вниз. Смитц его забрал. Да, да, да. Ну это все. Это карта за Варигеймс. Ну, поляки, конечно, очень упорно боролись на ней. Будем надеяться, что на второй карте все пойдет по их сценарию. Ну, я считаю, что, конечно, решающий момент там был пистолетный раунд от Варигеймс, в котором они сумасшедшую вещь сотворили, которую даже не повторить. Это, конечно, не четко. Ну, а я вам всем напомню, друзья, что записи трансляции вы можете найти на YouTube-канале youtube.com.slash.sltv. Ну и сейчас мы будем смотреть вторую карту этого четвертьфинала. Вот, это будет у нас... Что же это у нас будет? Вот на Хелкверке не было инфо, опубликованной по второй карте. Сейчас я там посмотрю и узнаю. Просто так мне не хочется заходить на неудобный кадр. Да, все еще непонятно, что будет второй картой, но мне кажется, что это, скорее всего, трейн. Ты как думаешь? Я думаю, что это будет трейн, может быть, инферно-мираж. Ну, вот так. Ну, увидим. Ну что, уйдем в короткую паузу и вернемся после... Да, да, да. Вернемся к рестартам. Ну, тут вот DAS2 классический соревновательный ставится, но вряд ли это будет DAS2, это просто рестарт-сервер. Интересно, интересно, может быть. Нет, это просто рестарт-сервер. Ну, посмотрим.